Сегодня у нас в гостях победитель 5-го всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель высшего и профессионального образования 2016» Татьяна Качалова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о том, как проходил конкурс. Конкурс состоял из пяти этапов. Два заочных этапа и три этапа очных проходили в Москве. На первом этапе мы отсылали организаторам конкурса аннотации своих инновационных образовательных технологий. Они оценивались по ряду критериев. Далее, следующим этапом была визитка на тему «Моя профессия – преподаватель в PowerPoint». Это также был заочный этап. И самые лучшие участники, которые набрали наибольшее количество баллов, были приглашены на очные этапы в Москву. Первым мощным этапом был мастер-класс 30-минутный, который мы представляли на суд жюри и, соответственно, других конкурсантов, с которыми мы работали, поскольку студентов не привлекали в этом году. И во второй конкурсный день у нас был этап ораторского искусства и педагогической импровизации. Вы рассказали об одном из этапов – мастер-класс. Расскажите поподробнее, с какой программой выступали вы? Мастер-класс, на мой взгляд, был одним из самых важных этапов для меня, по крайней мере. Я выступала с мастер-классом, который назывался «Вариации на тему». Представляла такую дисциплину, как статистика. Наверное, всем известно, что это порою студентам кажется, что достаточно скучная и математизированная дисциплина. Мы с участниками разобрали понятие вариации, строили из самих же участников вариационные ряды, изучали показатели и закрепляли материал в стихах, потому что я увлекаюсь стихами. Я думаю, что это было интересно. Расскажите еще о своих педагогических находках. Мой опыт уже составляет порядка восьми лет. Конечно, первые, у кого я училась, это были мои преподаватели. Они были для меня примером, когда я только начинала свой путь преподавательский. Далее у меня стали появляться какие-то творческие находки. Это наши традиционные творческие конкурсы, посвященные статистике, можно назвать статистическое вдохновение, где студенты представляют разные творческие работы, связанные с нашей дисциплиной. Это был статмобиль, статистический рэп, статистический маникюр и другие очень интересные работы. Ребятам безумно интересно в них участвовать и получать дополнительные баллы. Также у нас проходят различные флеш-мобы. Последний из них был «Приди в оранжевом, получи баллы в подарок», потому что у нас лето, оранжевое настроение. Также посещаемость повысилась значительно на контрольных. Ну вот, в целом так. Скажите, планируете ли вы участвовать в каких-то новых других конкурсах? Если будет конкурс «Лучший преподаватель мира», я обязательно поеду, я думаю. Если будет возможность, конечно, поучаствуем. У меня это был уже не первый опыт, то есть я участвовала в нашем университетском конкурсе «Лучший молодой преподаватель». Следующей ступенькой был конкурс «Юргу» в Лицах, где я также одержала победу в номинации «Лучший преподаватель». И вот теперь уже такая значительная победа на всероссийском уровне. Очень рада, что все получилось. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был победитель пятого всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель высшего и профессионального образования 2016» Татьяна Качалова.